Все дворы запущены. Самый центр столицы. На дорогах снежная каша, под нею лед. На парковке и вовсе не попасть. А вот и очередная авария. Водитель из-за рыхлого снега на проезжей части не смог вовремя остановить машину и въехал во впереди идущую. Активисты партии «Единая Россия» заглядывают и во дворы. В этот, видимо, грейдер в этом году вообще не заезжал. Жители говорят, не пройти, не проехать. Видите, снег рыхлый. Более того, видите, под снегом лед. То есть подсыпка в соответствии с установленными нормами тоже не осуществляется. Задача-то какая у коммунальщиков. Как только в течение трех часов, как только снег нападал, его убрать. Да, самое главное, если скользко, нужно подсыпать. Это вопрос безопасности. Естественно, сейчас коммунальные службы не справляются с тем количеством снега, которое есть. Здесь даже нет тротуаров. И смогут ли заехать сюда экстренные службы – большой вопрос. В соседнем дворе еще хуже. Коммунальные службы не убирают снега в проезде. А на кровле дома висит сразу несколько сугробов. Вот видите, прямо над пешеходной зоной снег. Видите, он уже падает. Соответственно, еще чуть-чуть, и снежная глыба может на кого-то упасть. Соответственно, мы сейчас узнаем с вами, кто обслуживает этот дом. И такая снежная угроза сплошь и рядом. После рейда активисты обещают подготовить обращение в администрацию города и государственную жилищную инспекцию, чтобы коммунальщиков обязали как можно скорее исправить ситуацию. Все могут обратиться в партию «Единая Россия» с заявлением. Этот мониторинг проводится не только в городах, но и в сельских населенных пунктах. К примеру, недавно мы были в деловой поездке в Книжпогодском районе и увидели, что город Емва просто утопает в снегу. Естественно, руководству района было сделано замечание и просьба быстрее снег во дворах убрать. Почему? Потому что застревает транспорт у граждан, застревает спецтехника. Это все не то, что неприятный момент, это все очень опасно. На прошлой неделе в Санкт-Петербурге снежная глыба упала на студента. Он погиб. Чтобы избежать таких трагедий в Коми, работать нужно оперативно. Как говорится, на опережение.